Внутри нас разворачивается, оно имеет свою аудиторию. Это тоже мы. Прежде всего, мы на это смотрим. Мы прописываем себе какой-то сценарий, мы ставим какой-то постановку. И мы же её играем. Очень часто человек, когда он сидит всё время в зрительном зале своём собственном, что он получает? Он получает какое-то отстранение от жизни. Вот она где-то там мелькает, как сон снов. Я смотрю на сон через двойное стекло. Вот он там мимо идёт, куда-то летит. Всё прекрасно. Но если человек слишком сильно увлечён своей ролью режиссёра, то происходит другое смещение. Он постоянно что-то меняет, он постоянно всех строит, он подгребает всё, свой постановку. Забывая о том, что самый главный актёр — это он сам. И его задача в том числе, и очень классно прожить эту роль. Лжиться в неё. А потом, ничего не забирая с собой, выйти. И поэтому, когда человек совмещает эти три состояния, он застрахован от эмоционального выгорания. Он застрахован от того, чтобы ему навязывали какие-то другие правила. При нём и можно навязать правила, если он уже понимает, что по-другому нельзя. Ну вот сейчас ему это нужно зачем-то. Он согласен для этого пойти. Точно так же, мне кажется, что и в отношениях мужчина-женщина. Мы проигрываем какие-то роли, которые... Вот внутри нас разворачивается это действие. Есть какой-то внутренний мужчина, какая-то внутренняя женщина. У них там внутри какие-то отношения, представления друг о друге. И то, что мы ждём от партнёра снаружи, очень здорово связано с тем, что у нас внутри. Затрансовала, да? Да. Хорошо.